Ирбитские подмостки Мы просили на фестиваль спектакли, сделанный по пьесам Островского и других русских классиков. И это не всегда про чтение классическое. Это интересные режиссерские трактовки, это интересные режиссерские решения, это непривычный способ актерского существования. При этом в афише фестиваля есть уже знакомые ирбитскому зрителю театры и те, чьи имена мы слышим впервые. Да и география участников удивит любого. В этом году произошло что-то удивительное. Фестиваль вышел на какой-то другой уровень в плане сбора заявок. Если в прошлые года, в прошлые фестивали, это в основном были заявки от театров Уральского региона, и он и был межрегиональным заявлен. И к нам приезжали театры из Пермской области, из Тюменской, Челябинской, Курганской, ну и Свердловской, естественно, Урал в основном. А в этом году с 50 с лишним заявок, заявок от Свердловских театров, ну как бы там 10%, понятно, что наши тоже заявлялись, но очень много заявок со всей России. И Красноярский край, и Липецк, Липецкая область, там, да, Самарская, Саратовская, Петербург и Москва, какие-то частные театры, которые, да, и в том числе, да, и государственный, да, электротеатр Станиславский, которые, к сожалению, не смогли найти денег, чтобы приехать к нам. Ему департамент культуры не дал. Вот, но в программе фестиваля, спектакли из Великого Новгорода, да, Новгородский академический театр драмы, фестиваль, спектакль из Подмосковья, Истринский драматический театр, причем в постановке нашего уральского драматурга и режиссера Рената Ташимова, удивительное, ну такое совпадение хорошее, доброе. К нам приезжает Самара с детским спектаклем, да, театр для детей и молодежи, мастерская, привозит спектакль «Африка». Это какое-то такое разноцветное совершенно действо, буйное, музыкальное, надеюсь, что будет очень увлекательно. К нам приезжает Татарстан, да, театр из Буинска и театр из Нижнекамска, и оба привозят Островского. Совершенно разные такие постановки, очень интересные. Ну, Челябинская область будет представлена с театром «Вымысел» из Верхнего Уфалея, с оригинальным совершенно двойником Достоевского, необычным, там, установка декораций только 12 часов займет. Из Свердловских театров приедут новый молодежный театр из Нижнего Тагила с детским спектаклем «Сахарный ребенок», который получил премию «Браво» в этом году, да. И приедет Новоуральский театр «Кукол» с Гоголем в записке сумасшедшего. И чтобы обеспечить всем этим театрам возможность представить свои спектакли зрителю, что называется, в лучшем виде, в этом году театральный фестиваль будет работать сразу на нескольких площадках. Фестиваль все-таки мы организуем не только для себя, да, в первую очередь мы его организуем для города. И, естественно, город помогает проводить этот фестиваль. В подготовку включились две сценические площадки, это ДК имени Костевича и ЦДТ «Кристалл». На них будут проходить спектакли большой формы, а здесь у нас в здании драматического театра будут проходить спектакли малой формы. И спектакли малой формы будут идти дважды, да, чтобы не только участники фестиваля могли посмотреть, но и как можно больше зрителей могло влезть в наше маленькое помещение. К слову, серьезным дополнением в этом году к программе фестиваля станут непривычные для нас форматы мероприятия. Лекции и круглый стол, посвященные классике в театральном репертуаре, а также акция памяти. Все это ирбичание и гости города смогут посетить бесплатно. В этом году жюри нашего фестиваля возглавит Павел Андреевич Руднев, известный российский театровед, критик, историк театра, помощник художественного руководителя МХАТа по литературной части, преподаватель Высшей школы сценических искусств Райкина, преподаватель Высшей школы Дадамяна. То есть, ну, автор многих публикаций, статей о театре, книг о театре. Очень весомый человек в театральном мире. И в рамках этого фестиваля он прочитает лекцию о значении Островского для российского театра. Лекция пройдет на площадке историко-этнографического музея. Музеи тоже подключились вместе с ДК, Костевичей и Кристаллом подключились к проведению фестиваля. Вот пройдет лекция Павла Руднева в историко-этнографическом музее. А в истории, в музее изобразительных искусств пройдет круглый стол. Смотрим классику сегодня, который проведет театровед, критик, Ксения Стольная. Молодой, но уже завоевавший такую стойкую профессиональную популярность человек. Кроме того, мы планируем, что 16 июня вечером, поздно вечером уже, да, после спектаклей всех, мы проведем акцию памяти Валерия Петровича Медведева, бывшего главного режиссера Рубицкого драматического театра, который, к сожалению, в декабре месяце ушел от нас. И вот 16 июня будет полгода, со дня его смерти. Это человек, который вместе с Виктором Александровичем Моуром, нашим главным художником, в свое время начинали фестиваль Рубицкой подмозги 30 лет назад. В этом году фестиваль исполняется 30 лет. Так что всем театралам Рубиты, Рубицкого района и соседних территорий рекомендуем уже сегодня начать планировать неделю с 13 по 17 июня. Билеты уже в кассах, есть возможность приобрести и абонементы сразу на несколько спектаклей. Тем более, что это время обещает быть не просто интересным, но и эмоционально ярким. И залог к этому в том числе в участии нашего театра сразу в нескольких фестивалях уже в этом театральном сезоне. Как можно устать от фестивалей, если тебя зовут, если тебя приглашают, если ты можешь приехать и не только показать спектакль, не только получить аплодисменты, но еще и рассказать об Рубите, о Рубицкой ярмарке. Ведь на сегодняшний день, я не устану об этом говорить, Ирбитский драматический театр является градообразующим предприятием. Он является амбассадором Ирбита, Ирбитской ярмарки. Организацией, коллективом, который продвигает Ирбит как бренд. И в этом, кстати, тоже в том, что сегодня к нам приедут, ну через месяц к нам приедут театры со всей России, в этом тоже вот заслуга Ирбитского драматического театра именно в продвижении города как бренда. Ирбитский драматический театр,